Ну что же, уважаемые коллеги, у нас сегодня очень радостный вечер. И вы уже, наверное, немножко привыкли к тому, что эта галерея постепенно пополняется бюстами, которые становятся неожиданным элементом интерьера великого зала, большого зала консерватории. Но сегодня, наверное, в особой степени это приятно по разным причинам. Но, во-первых, действительно как-то так оказалось, что именно бюста Чайковского в этой галерее до сих пор не было. У нас есть бюст внизу, фойе, у нас, естественно, в учебных корпусах, а вот в бронзе, вот именно так, как сегодня мы радуемся всегда, имея возможность оформить фойе большого зала, у нас не было. Ну и вот это подметил первым как раз Феликс Романович Комаров, член купечительского совета в Москве, и человек, который в очень многих проектах сотрудничает с нашей консерваторией. Но, прежде всего, это связано с изобразительным искусством, с теми удивительными выставками, в том числе с выставками «Лекон», которые проходят уже не впервые в Манеже, в Большом Манеже. И вот музыкальное сопровождение таких выставок, оно также силами Московской консерватории бывало уже не раз обеспечено. Ну и в самом попечительском совете, я должен об этом сразу сказать, на самом деле очень активно проявляется Феликс Романович, и вот поддержка коллектива консерватории, в очень интересных начинаниях, идеях, проектах, это сейчас в наше экономически непростое время, конечно, особенно востребовала и цена. Ну вот сегодня, как раз именно таким образом, мы имеем возможность открыть здесь Билд Чайковского, и Григорий Викторович Партоцкий, замечательный мастер, замечательный скульптор, сам, конечно, расскажет о том, как он шел к созданию этого образа, но я только хочу в заключение подчеркнуть, какой момент мы для этого выбрали. Момент тоже очень признаковый, не случайный. Сегодня многие из вас, я надеюсь, найдут возможность остаться здесь, после того, как начнется исполнение оперы Чайковского, Григорий Леонидовича. И вот эта опера, она для Московской консерватории имеет совершенно особое значение. Да, у нас оперный театр имеет большой рекорд-гвард, и сам Чайковский представлен разными сочинениями. Но вы, наверное, все знаете, что когда он написал Евгения Онегина, то он отказался предоставить право премьеры императорским театрам, он не дал ни Большому, ни Мариинскому театру, причем, на время, иенко объяснил, почему он этого не делает. И застоял на том, что именно студентами Московской консерватории впервые на премьере была исполнена эта великая опера. И вот с тех пор, собственно, все время в репертуаре оперного театра консерватории находится это сочинение, а сегодня будет представлена новая постановка, новая редакция, и, соответственно, вот мы сами с большим волнением ждем этого момента. И вот мы выбрали именно этот вечер с Феликсом Романовичем для того, чтобы презентация Бюста Чайковского предшествовала вот этому музыкальному событию. Поэтому я очень благодарен, что вы пришли зафиксировать этот момент и надеюсь, что вы также прокомментируете это с должностью интереса для читателя. Ну, теперь слово, пожалуйста, Феликс Романовичу, пожалуйста, прошу вас. Я являюсь членом политического совета. Трудно определить круг обязанностей, которые на тебя ложатся. Я не оговорился. Именно ложится круг обязанностей. Потому что быть как-то связанным с этим зданием, это уже большая честь для любого человека. Это наша история. Не просто история нашей музыки, нашего пения. Это история России. Великая история, великая Россия. Поэтому все, что с этим связано, требует особого, бережного и внимательного подхода. Ну и вот, используя слово, термин «внимательность», мне, что говорится, я определил, что не везде у нас в Чайковске в конститулатории находится. Конечно, прекрасная скульптура на улице, которую знает весь мир, олицетворяющая. Это бренд консерватории Чайковского. Да, внизу фойе есть. Но здесь не уйдет. А галерея, хочется сказать, слово «слава» определенной, «слава» вот эта, она выстраивается. И мне, конечно, очень захотелось, чтобы здесь был Чайковский. И я поговорил с Александром Сергеевичем, как насчет этой идеи. Идея была одобрена. И тогда я обратился к моему другу, скульптору Григорию Потоцкому. И дальше он сам расскажет. Лучше него это никто не скажет. Пожалуйста, Григорий. Чайковский – это Россия. И консертория – это лицо России. И когда вот Филис Романович сказал, Григорий, давай, как ты думаешь, сделать Чайковского? Для меня это было не просто почетно. Для меня это было крайне ответственно. И я начал работать над образом. Филис у него очень много, он сам блестящий скульптор. Просто блестящий, он блестящий человек. У него очень хорошо поставили глаз, чувство пропорции. Мне интересно, как другие люди видят, как они понимают. Поэтому вот эта работа, я говорю, это совместная творчество. В прямом смысле слова. И потом у него есть свое видение. Как он видит Чайковского, как Чайковского видели другие люди. И вот мне нужно было вот две эти позиции. Поэтому я сделал два Чайковского. Я сделал одного Чайковского, который видит как народ, как люди, как Филис. Как он воспринимается. Этого Чайковского мы установили здесь. Подарили для Конституции. А второй Чайковский я сделал так, как я чувствовал музыку, как я вижу. Совершенно другой Чайковский. Они того размеры, немножко по-разному одеты. Одно лицо, но разное. А вот другой Чайковский установлен сейчас в Мексимбурге. Тоже в Конституции. 20 января было открытие, и наш посол России открывал это Чайковского. Поэтому как бы сейчас Чайковский во всем мире. Чайковский это все. Чайковский нас объединяет. Объединяет весь мир. Не на какие-то санкции. Также я еще раз хочу сказать спасибо за этот дом. Что в этом доме находится вот эта скульптура. И это счастье, что мы собрали все вокруг него. И что нас все объединили. Хочу сразу сказать, что к тому Чайковскому я отношениями в нем даже не ковырялся. Ответственность не несут. Только за это. Ну что же, мы достаточно заинтриговали по моему всех собравшихся. Так что, Григорий Ильич. Григорий Ильич. Григорий Ильич. Григорий Ильич. Григорий Ильич. Ответ. Аплодисменты. Готовили? Сейчас. Горячим. Здесь как раз такое центральное место, которое сразу открывается для входящего. И уже приближаясь к квартиру, конечно, безусловно, нельзя не заметить вот эту новую, замечательную для нас культуру. Это не Чайковский. Слава Богу. Слава Богу.